Когда-то мне задали вопрос о том, что я ненавижу на фондовом рынке, ну или что я не люблю, или от чего стоит держаться подальше. И, собственно, это и стало идеей данного ролика, который мы решили сейчас для вас заснять, и в котором будут разобраны или рассмотрены ключевые позиции, от которых обычному розничному инвестору стоит держаться подальше. Первое место в этом списке занимают бинарные опционы. Это такой мусор, который прям, я даже не знаю, с чем можно сравнить и куда точно не стоит лезть. Почему? Во-первых, потому что это внебиржевой инструмент. Да, если прикопаться, придраться, то есть такой инструмент на финансовом рынке, как бинарный опцион, но он внебиржевой и в основном используется мошенниками. Как он устроен? Грубо говоря, вы делаете ставку на, ну, есть какой-то актив, пусть это будет золото, и суть этого бинарного опциона в том, что он, допустим, какой-то срок живет. Минута, две минуты, год, полгода, и вы делаете ставку на то, что будет актив выше за это время, ну, то есть к дате экспирации, либо ниже. Если вы угадали, то вы выигрываете какую-то сумму. Но давайте сейчас отложим мошенников, и мы просто разберем с точки зрения математики, да, статистики. Грубо говоря, вы ставите 100 рублей на эту ставку на бинарный опцион и говорите, что через пять минут золото будет выше, чем я вот сейчас заключаю сделку. Вот. И если золото действительно через пять минут оказывается выше, то вы зарабатываете 85 рублей. Вот. А если ниже, вы теряете 100. То есть получается так, что даже если у вас будет 50 процентов прибыльных, 50 процентов убыточных сигналов, вы будете все равно в минусе. В данном случае вы просто работаете с отрицательным от ожиданиям и работаете всегда в минус. Но теперь другая сторона, но мошенники это прекрасно используют, так как это внебиржевой инструмент. Он не регулируется ничем, и, соответственно, появляется очень много бинарно-опционных контор, которые регистрируются на офшорных мутных зонах, и завлекают такой рекламой, как «Хотите стать миллионером со 100 рублей? А? Как вам такая замануха?» И рассказывают обычную мартингейловскую систему, а-ля как в казино ставить на черное всегда и удваивать ставку. Так же и здесь. Вы каждый раз удваиваете и, соответственно, в определенный момент зарабатываете. Опять-таки напомню, так как это ничем не регулируется, то в определенный момент вам просто сделают либо ставку, либо еще что-то, и, соответственно, вы сольетесь. А если вы захотите вывести деньги, то вам просто их не дадут. Поэтому я ненавижу этот инструмент на фондовом рынке и просто вам рекомендую держаться от него подальше. И как только вы слышите бинарные опционы, бегите. Просто бегите. Второй – это, конечно же, роботы. Алгоритмические различные стратегии. Почему? Потому что сейчас очень стала модна тема искусственного интеллекта, алгоритмизации, типа автоматизации и всего прочего. И мы уже беседовали о торговых сигналах, кстати, в одном из видео на нашем канале. Обязательно посмотрите его. Мы уже беседовали о том, что не нужно работать с отдельными бумагами. И неважно, вы можете завернуть вот все то, что вы делаете руками в робота, но сути это не поменяет. Вот. И, соответственно, этим зачастую тоже пользуются мошенники, которые продают роботов. Я знаю много людей, которые а-ля покупают роботов на Форексе. Зачастую, кстати, эти роботы просто тоже основаны на системе Мартингейла. То есть, усредняйся до Талова, да, то есть, как бы, а там будь что будет. Более того, вы даже можете некоторое время получать даже прибыль, да, и там роботы вам, в общем, вам могут рассказывать все, что угодно, но вы должны просто понимать, что вероятность попасть на действительно стоящего робота, она близится у вас к нулю. Почему? Хорошего робота никто не будет вам продавать. У меня есть пример. У меня есть человек, который написал действительно качественного робота, который делает ему там 5-10% в месяц. Мы с ним познакомились на одной из конференций, и, ну, как бы, блин, ну, результат реально крутой, и я сразу захотел ему дать денег. Ну, то есть, возьми мои деньги в доверительное управление, ну, то есть, как бы, 5-10% в месяц, это очень много. На что он мне сказал, нет, я не возьму, и я удивленный, почему? Он говорит, а зачем? То есть, у меня достаточный капитал, у меня робот работает, и я не хочу выводить его в рынок, я не хочу им делиться. Во-первых, потому что, а, сломается моя стратегия, и, б, если кто-то узнает, он просто перестанет работать, я потеряю свой доход. А так я себе сижу, зарабатываю, и мне никто не нужен. И это яркий признак того, как здесь устроено на рынке. То есть, если кто-то что-то вам продает на рынке, то, значит, скорее всего, это принесет деньги, ну, не вам, да, то есть, а тому, кто продает. Вот, и поэтому действительно качественные роботы, они как единороги. Их очень сложно найти, и еще сложнее к ним подключиться. А если вам удалось, то, значит, это невероятная удача. Поэтому от роботов тоже стоит держаться подальше. Никита, подскажите, пожалуйста, а я слышал то, что сейчас порядка 80% действий на фондовом рынке совершают роботы. Это так? Да. Но это высокочастотные роботы, которые управляются институциональными игроками. Да, то есть, это как роботы-маркетмейкеры, или же просто высокочастотные пипсовщики, да, то есть, как бы, и вы не сможете дать им денег в доверительное управление. В основном, все, что представлено на рынке в свободном доступе, и особенно рекламируется, особенно рекламируется, это мусор. Вот. И об этом речь и идет. Следующий пункт – это доверительное управление. Но доверительное управление, оно тоже бывает разным. Во-первых, напомню о статистике, что 92% профессиональных управляющих проигрывают индексу. И, в принципе, результат доверительного управления – это величина абсолютно случайная. И успех в прошлом не гарантирует успех в будущем. И вот все это и подобное, да, естественно, приводит к тому, что вы играетесь в рулетку. И глобально доверительное управление я бы мог сравнить с тем, что вы передаете деньги какому-то человеку, и он с вашими деньгами идет в казино. И за это берет комиссию, да, то есть, как бы, если ему удалось выиграть в этом казино, он возьмет у вас процент прибыли. Если не удалось выиграть в казино, ну, ничего не возьмет. Возьмет просто комиссию от капитала. Опять-таки, не нужно передираться к словам. Я говорю сейчас в общем, конечно же, есть исключения, но, опять-таки, повторюсь, что найти действительно того единорога, который вам действительно долгое время будет обгонять индекс, да, показывать альфу и так далее, вероятность ваша – один к миллиону. То есть, это все равно, что когда-то угадать акцию Apple, да, кто там лет 20 назад знал, что Apple станет Apple, да, то есть, а Amazon станет Amazon. Да никто. Так же, как и сейчас. Сможете ли вы назвать, кто в будущем станет вторым Apple, покажет подобные результаты? Напишите в комментариях. Ну, и через 20 лет посмотрите. Уверяю вас, что никто не угадает будущего лидера. Так же и здесь. И когда вы отдаете деньги в доверительное управление, вы должны понимать, что вы просто передаете деньги кому-то, кто идет с вашими деньгами в казино, а вы ему за это платите. Абсурд? Абсурд. Следующий пункт, следующий продукт – это барьерные ноты. В принципе, сложные структурные продукты. Я уже в предыдущих видео на канале говорил о том, что чем проще, чем прозрачнее и дешевле ваши инвестиции, тем они надежнее, безопаснее и доходнее. Вот. А чем сложнее и непонятнее продукт, тем больше на вас можно заработать. Особенно на барьерных нотах, где у вас ограниченная доходность и неограниченный риск. Подробнее, кстати, о барьерных нотах, почему это так, есть статья в Telegram-канале, ссылка обязательно будет в описании. Поэтому, чтобы не засорять эфир, пройдите, прочтите и знайте больше. И завершить это видео я бы хотел одним из популярных продуктов, который продают практически все независимые советники нашего государства. Это UnitLinked. Это инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни. Он же английский метод инвестирования. Это настолько специфический продукт, который подходит для решения настолько узких задач человека. И, соответственно, в большинстве своем он не выгоден инвестору и просто не нужен. Что такое UnitLinked? UnitLinked это инвестиции через страховую оболочку. И зачастую они преподносятся как что-то очень крайне важное, необходимое для вас. Почему? Потому что там якобы экономия на налогах. Потому что там простое наследование. Потому что там безопасность, потому что у вас никто не может забрать эти деньги в случае какой-то ответственности, развода и так далее. Я все эти аргументы разбил в пух и прах. Есть конкретные кейсы, есть конкретные статьи на эту тему с выкладками, с цифрами, с комиссиями, которые доказывают обратное. Поэтому в большинстве своем UnitLinked, накопительное страхование жизни, инвестиционное страхование жизни, абсолютно бесполезная штука для обычного розничного инвестора. Более того, вы будете платить деньги за то, что вам не нужно. Просто яркий пример. Подписав полис UnitLinked на 20 лет с ежемесячным платежом в 2500 долларов, тот, кто вам продал этот полис, получит порядка 30000 долларов комиссии. Неплохо, да? Можно ради этого постараться закрыть вас на этот полис. Поэтому, собственно, если вы слышите такие слова, как UnitLinked, английский метод инвестиций, накопительное страхование жизни, инвестиционное страхование жизни, держитесь от этого подальше. Потому что в большинстве своем это вред для вашего будущего капитала. Если же вы хотите узнать подробнее, посмотреть видео о полисах UnitLinked, об инвестициях через страховую оболочку и узнать о них всю правду, пишите также UnitLinked в комментариях. И я обязательно сниму ролик на эту тему. А также подписывайтесь на наш YouTube канал, потому что здесь мы говорим честно об инвестициях и не получаем комиссии ни от кого.